всем привет дорогие мои друзья рада вас приветствовать на канале мари арт живопись маслом меня зовут марина бердник и сегодня мы с вами напишем маслом такой вот небольшой этюд осенние березки холстик у меня небольшой 20 на 20 любой берите какой-то квадратный формат плюс также нужно бумагу грунтован до видели акварельные я грунтом покрываю как бы работаем то есть тоже подойдет для и тюди как для тренировки попробуем писать небо ну и приступаем разбавитель white спирит без запаха текуриловский кисть возьми небольшую щетинку такая подстерт подстертая она у меня жиденько делаю красочку коричневенькую и вот намечаю показала да себе середину холста где у меня и вот они же в нижней части линия горизонта наметила тоже какие-то вот березки на картине у нас будет ветер да вам показывать ветер на дальнем плане маленькие деревца далеко-далеко смешиваю краску небесно-голубая красненькая индиго туда можно подпачкать и такими вот коротенькими главное коротенькими мазочками и тонким слоем заполняем наше небо но неоднородно то есть не так чтобы мы замешали один оттенок и им полностью перекрыли до короткими мазочками все небо то есть когда я иду на палитру за краской обратите внимание я где-то добавляю индиго с красным дабы ли фиолетоватый где-то такие вот более преобладает индиго то есть разнообразные мазочки где-то более он голубее то есть небесно-голубой больше и такими вот короткими короткими мазочками разнообразно то есть пошли за красочкой на палитру то есть раз взяли замешали другой оттенок то есть не получится так что вы смешаете один и тот же оттенок он все равно будет отличаться и это как раз таки надо нам вот это вот мерцание вот некоторые окошки добавляют такой чистой небесно-голубой книзу больше индиго с небесно-голубой но индиго побольше потемнее вот беру красную с индиго более темными создаю теневые наших облаков то есть небо у нас осенние такое пасмурная облака вот эти вот заполняем таким вот такими мазочками пытаемся представить до облака их очень-очень много еще что касаемо небо ближе к линии горизонта нас облачка будут более горизонтально а здесь уже можно под какими-то диагональные даем направления задать то есть обратите внимание в природе также все это присутствует что там где облака над нами мы их видим какими пушистыми до форма у них разнообразная и если посмотреть вдаль к линии горизонта они становятся все горизонтальники то есть это тоже по поводу неба это обязательно и вот не полностью до обратите внимание перекрываю как бы так вот наношу эти теневые белилки чистые белилки и на наших облаках вот эту теневую я полностью не закрываю а над ними то есть у вас свои какие-то мазочки до кого получится в любом случае то есть попытайтесь увидеть найти представить это облака и то есть белый цвет этот прокладывать такими вот тоже не особо она уже более пастозно дать чем теневая но то есть не не очень то есть в меру все это дело представляем и наносим наши этим облачка опять-таки клинин горизонта ведь и я их более горизонтальненько укладываем также маленькими мазочками кисть у меня щетинка закругленным краешком и вот а ей как раз таки очень хорошо показывать и вот эти вот закругления облачков то есть не надо там как-то плоской будет конечно можно но надо попробовать то есть когда я уже тоже вам говорю что вот такая-то кисточка до показывать не принципиально брать такую же работайте той которая вам удобно просто наши говорю да закругленная удобно вот эти вот закругление облаков делать изгибы индийская желтая охран такие вот темно-оранжевые к низу затем я какую-то теневую даю коричневым деревья на дальнем плане показываем тоже как бы они маленькие они очень далеко ну все равно покажем какими-то пятнышками то есть чтобы неоднородно это закрашивать вот здесь я закрасила там где под деревья оставляла у нас они будут как бы такие вот высокенькие они высокие и как бы стволики будут на фоне неба с правого корая зеленоватый даже оттеночек ну такие они знаете не выписываем их сильно потому что они очень-очень далеко но даем тоже пятнышки такие вот ставим разнообразные чтобы были темненькие светленькие да вроде как внизу них там теневая белилки охра туда же индийскую желтую можно капельку красной такая вот полоса линия горизонта там светлая сухая трава и оставшуюся часть этого нашего поля пока горизонтально горизонтальными мазочками мы заполняем такими вот оттенками и индийская желтая коричневый туда и вот такими вот оттеночками закрываю тоненьким тоненьким слоем видите прям холст просвечивается и где-то уже добавляем на переднем плане мы вытемняем для того чтобы нам положить какие-то светлые травинки чтобы их было видно нам нужно сделать этот слой потемнее и теперь уже постой ненько можно набирать этой же кисточкой закругленной то есть набираю охра белилки вот ну который у меня за место был и желтого в разбили можно и вертикальными мазочками заполняю нашу траву то есть чем она дальше тем мазочки по длине короче то есть чем ближе к нам тем мазочки будут становиться все выше и выше до травинки то есть потому что они ближе к нам и мы их видим лучше также мы помним да что мы собрались показывать ветер ветер у нас дует слева направо то есть и травинки и мы стараемся направлении наклон сделать вправо но не так чтобы знаете все вот взяли и наклони то есть разнообразное направление им даю какие-то ровно стоят какие-то и влево наклоняются но это единичный случай в основном все направление должно читаться вправо на кун также и зеленоватые кое-где виднеются травинки участки да такие мы их показываем в небесно-голубую добавляем желтенького индийской желтой можно получиться такого вот индийская желтая с голубой темно-зеленый также можно сделать этот зеленый добавив в индиго желтую то есть регулируя желтый до чем больше добавить этим ярче и вот я с дальнего плана постепенно двигаюсь на передний план и как вот мы вяжем да с дальнего на передней и постепенно высоту травинок увеличиваю и меняют цвет то есть я где-то помазала зелененьким до нанесла травинки то есть уже какие-то темные ниже до накладывать не видно их будет то есть прокладываем светленьким и чередуем темное светлое вот разнообразные оранжеватые коричневатые зеленоватые охров разбили ну такие вот музычки и более длинненькие вот я показываю травинки на переднем плане вот видите на темном углу внизу в правом на темном фоне как видны светлые травинки то есть для этого мы делали темную подложку еще добавляю теневой на дальних деревьях чуть-чуть кисть лайнер жиденько делаю не белилки но не томите под пачками желтоватым таким тоненько тоненько показываю какие-то там стволики деревьев далее вдалеке также индиго кое-где темненьких стволиков они в тени да у нас не 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 каким-то ровным рядом они растут то есть там в тени тоже стволы попадают беру беленький жиденько и намечаю наши деревья которая вот здесь уже ближе к нам мы видим не забываю про наклон у нас дует ветерок я им задаю наклон характерный к низу стволики пошире обратите также внимание те деревья которые у нас они вроде да здесь поближе на но все равно какие-то ближе стоят какие-то дальше и те которые дальше у нас стволики будут в траву уходить как бы там подальше повыше к линии горизонта а те которые совсем совсем близко к нам они уже будут как бы стремиться ближе к линии к низу холста наметила сначала белым цветом потом также у березки да есть темные участки теневые то есть по стволикам где-то про чертила такие вот на большом количестве разбавителя также добавляю и темных веток как бы не только бледные данные темненькие будут очень очень тоненько как бы и вправо и влево их развожу но основное направление все-таки задаю вот этот вот на показываю ветерок смешала красочку индийская желтая красная охра коричневатых оттенков можно и такими вот мазочками накладываю теневую листву на нашем дереве то есть полностью не перекрываю как бы видны кое-где остаются веточки окошки неба деревья уже осенняя листва она у нас такая осыпается да уже деревья они такие пушистые зеленоватый оттенок смешала на вот этом дереве у нас будет левая часть немного зеленоватая здесь также вот немножко дальше опять индийская желтая охра желтого такими оттенками темные участки далее прокладываем то есть теневая теперь средний до такой тон и аккуратненько не сильно давя мазочками такими вот наносим пятнышки разнообразные пятнышки создаем эту листву желтый с белилками и более светлые листочки то есть свет у нас видно да по листве что падает справа хотя и пасмурно ну где-то какие-то лучики наверно солнышко пробиваются закрываем такими мазочками более яркими вот побольше белилок но все-таки желтым не сильно их берите то есть он должен быть разбеленный желтый но все-таки желтый на нашем вот там большом дереве также показываем в теневую часть можно заходить так где-то там могут какие-то солнечные зайчики на листочки попадать но совсем совсем чуть-чуть то есть теневая должна остаться теневой и уже более вот чем у нас листочки ярче солнечные тем красочка уже выкладывается более пастозно помним да я всегда говорю что теневые участки нас не любят пастозную краску освещенные любят когда мы нанесли на листочки теперь можно добавить если где-то сильно перекрыли веточки не хватает добавить проработать веточек индиго мы также беленькими где-то веточки нужно выбросить которые уже совсем без листвы до оставить то есть вот на этой березке я покажу внизу веточки вот беленькие стволики кое-где черточками сквозь листвы показываю короткие такие вот мазочки этих веточек и опять индиго чтобы сильно не было белесая да где-то и теневых добавить цвет травы беру наш вот этот о христа разбелены и лайнером смотрите можно вот так вот нашлепывая меняя направление да как бы более такие конкретные отдельные травинки показать уже лайнером и также где зеленоватые там зеленоватых где светлые участки момент там светленьких проложить то есть впереди также добавить или красновато-коричневых и чтобы потом светленькие было хорошо видно на темном и вот разнообразненько разнообразненько то краешком лайнера до пытающих как-то закруглять травинки чтобы они не были все ровные какие какие-то изогнутые такие вот то опять приступиваю то есть попробуйте поиграть с ним разнообразными такими вот прием чеками хуже от этого не будет индиго с красненьким красный чуть-чуть добавила индиго тем теневую часть добавлю мазать из мазочков более темных также вот это вот слева дерево у нас они сливаются да как бы между собой вот теневой мы сейчас их разделим то есть добавляя мазочки получается что идет такое разделение и чистой желтой проставлю кое-где таких вот кисточку уже взяла той которой мы рисунок намечали более маленькую щетинку и такими вот точечными мазочками добавлю желтеньких пятнышек они будут получается маленькая кисточка более маленькие мазочки то есть тоже будет разнообразие такое да где-то побольше мазочки где-то такие вот более миленькие то есть все смотрим по обстоятельствам посмотрите поближе какие мазочки у нас получились деревья эти которые теневые они такие вот менее пастозные которые свет уже более пастозные такие травинки спасибо друзья за просмотр поставьте лайк этому видео поддержите канал подписывайтесь на канал если не подписаны у нас еще будет очень много интересных мастер-классов а я на этом с вами прощаюсь до скорой встречи пока пока